Добро пожаловать в нашу среду. Наши ряды продолжают как бы так пополняться, я смотрю. Сегодня уже 20 человек появилось, но один выключился по какой-то причине. 21. Да, 21 даже. Так что, слава Богу, что мы сегодня можем присутствовать в такой общинке. Нас гораздо больше, в нашей группе гораздо больше, но так случилось, что многие имеют свои зумы какие-то. Подготовка к субботе, богослужебная, там пастор собирает и наши поредели от того. У нас были такие очень активные братья и сёстры, которые присутствовали, но вынуждены отказаться. Хорошо, Эдуард Анатольевич, сердечно приветствуем и благодарим от всего сердца, что ты находишь время. Должен сказать братья и сёстры, что Эдуарду приходится готовить несколько тем, пока он едет туда, на Донбасс. И помимо этих тем, которые ему там приходится вести, он готовит ещё и нашу тему. Поэтому бесконечно благодарна. Понимаю, как не просто каждая тема, это достаточно серьёзная работа. Но рады тому, что находишь это время. Для нас это очень важно, очень интересно. Спасибо большое. Добро пожаловать. Тебе слово. Слава Богу. Добрый вечер, сёстры и братья. Я рад видеть и слышать вас и возможностью поделиться тем, что Господь открывает нам из книги «Откровения», вдохновляя нас, и то, что вдохновляет и удушевляет меня. Именно с этой позиции делюсь с вами. Мы не изучаем, как договаривались, изначально говорили стих за стихом, какие-то отдельные детали. Но вот в целом смотрим на отдельные такие моменты, которые Бог дал, чтобы вдохновить и поддержать. А вот благодарность Богу за эту возможность, что мы можем вот так в разных местах общаться. Интересная есть особенность у пророчеств библейских, особенно таких, которые покрывают продолжительные периоды больших пророчеств. Можете заметить, обратить внимание. Обычно они построены таким образом, что начинается пророчество от времени пророка, которому даётся, и простирается до второго пришествия Иисуса Христа, до конца. Вот эта особенность, она сохраняется, повторяется. Мы можем увидеть у пророков, которые в Ветхом Завете были, Эзеки, Леремия. В целом там у них много пророчеств, но в целом видение, которое Бог даёт, оно всегда ориентировано в будущее, вперёд, на второе пришествие Иисуса. То же самое мы можем увидеть в пророческих предсказаниях Иисуса Христа в Евангелиях записанных. И это же самое мы видим и у апостолов, и в книге Откровения в том числе. Начинается от времени пророка и до второго пришествия Иисуса Христа. Господь желает, чтобы Его народ жил вот этим видением от моего времени, когда я живу. Но это не то, на чём моё внимание должно сосредотачиваться, потому что оно будет отвлекать то, что происходит сегодня, разочаровывать. Ну много разных последствий от того, что происходит, если мы на нём будем сосредотачивать своё внимание. А Господь хочет, чтобы, видя настоящее, мы смотрели вперёд на перспективу, которую Бог указал, пророческую перспективу, второе пришествие Иисуса Христа, то будущее, которое Бог приготовил. И это главная тема книги Откровения. Поэтому здесь есть несколько таких пророческих взглядов на историю Земли от времени Иоанна, который записывает книгу Откровения апостола Иисуса Иоанна, и до второго пришествия Иисуса Христа. С разных позиций несколько таких пророческих линий, которые показывают нам историю Земли, но от времени Иоанна и до второго пришествия Иисуса Христа. Ну, например, то же самое мы видели, когда так вскользь посмотрели. Помните идея второго пришествия в письмах, в посланиях для церкви? Иисус предупреждает, скоро приду, приду, готовься. А в последней церкви уже, вот мы видим, он стоит у дверей. Он уже вот-вот пришёл. Уже времени практически нет. Когда мы смотрим на печати, печати начинаются пятая глава, четвёртая, пятая главы Откровения описывают Пятидесятницу, праздник Пятидесятницы, когда Дух Святой сошёл на учеников, на церковь. И вы можете проследить, вот есть такая интересная деталь. В первой главе, когда Иисус описывается здесь, в первой главе, и, вернее, Дух Святой в четвёртом стихе написано от семи духов, находящихся перед престолом Его, перед престолом Божиим. Семь духов перед престолом Божиим. А когда вы читаете пятую главу Откровения, то здесь написано так, в шестом стихе, семь духов Божиих, посланных во всю землю. Если там перед престолом, а здесь он уже на земле, он уже действует. И Пятидесятница, богословы современные сходятся на том, что здесь описывается именно Пятидесятница, тогда, когда Дух Святой сошёл на церковь. От времени Иоанна, начало церкви, по сути, здесь начало церкви, рождение церкви произошло, христианская церковь, в Пятидесятницу. И заканчивается шестая глава вот этими словами, «Ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять?» И перед этим описание Второго пришествия, что небо скрылось, свившись, как свиток, всякая гора двинулась с мест своих, все прячутся, нечестивые, по горам, ущелями, скалами ищут спасения, говорят, падите и сокройте от лица сидящего на престоле огнева Агдзе, «Ибо пришёл великий день гнева, и кто может устоять?» Вторым пришествием заканчивается. Трубы точно так же начинаются от времени апостолов Первой церкви и заканчиваются Вторым пришествием. Идея та же самая. Идея святилища, в прошлый раз мы говорили, она здесь в Откровении ярко обозначена, переплетается со всем, чтобы показать, что Бог со своим народом слышит, участвует в их жизни, ведёт их. И ходатайственное или служение Христа в Небесном святилище – это всё для церкви. Эти же слова говорит апостол Павел, помните, посланник евреям, что главное из всего, что я написал, говорит он, восьмая глава, если вы всё забудете, но главное, чтобы вы запомнили, из всего этого есть то, что мы имеем ходатай на небесах, которые ходатайствуют за нас. Он говорит, это самое главное во всём христианстве, что нам нужно понимать. Это вот основа нашей убеждённости, веры, то, что поддерживает нас. Благодаря служению Иисуса для нас это всё. И вот четвёртая глава Откровения, она начинается вот этими словами. «После сего я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, взойди сюда, и я покажу тебе». И вот это вот важный очень момент такой, вот открытая дверь на небе. Какая это дверь? Что за открытая дверь? И мы, если посмотрим в Откровении, в послании к церквям, там тоже звучат эти слова, этот голос, 3 глава, 8 стих. «Вот я творил перед тобою дверь, и никто не может затворить её». Тоже открытая дверь, которую никто не может затворить. Какая дверь открыта на небе, которую никто закрыть не может? Это то, о чём апостол Павел в послании к евреям написал. Послание к евреям. Какая? Это Иисус. Да, Он есть путь. Но вот смотрите, в послании к евреям, как звучит 10 глава. «Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище через кровь Иисуса Христа путём новыми живым, которые Он вновь открыл нам через завесу, через плоть свою». Послание к евреям в 4 главе, он говорит, Павел пишет, перед этим описывает, «Итак, имея пересвященника великого, Иисуса Сына Божьего, будем твёрдо держаться исповедания, ибо мы имеем не такого пересвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нами, скушён во всём, кроме греха». Посему, вывод делает, поэтому, говорит, да, приступаем с дерзновением к престолу благодать. Так дверь, которую открыл Иисус, Он есть эта дверь, Он есть этот путь, это небесное святилище, доступ к Богу открыт, свободен. И используется такое слово, вот апостол Павел Иисус часто это слово к вере применял, дерзновение, дерзать. Вот есть однокоренное слово «дерзость», оно передаёт смысл этого слова. «Дерзость» — это такая смелость, да, даже где-то с какой-то, как бы описать это, смелость, которая, какие-то границы даже переходят, да, вот, границы, которые другим недопустимо их переходить, но это вот смелость настолько, что Он позволяет себе, знаете, когда к начальнику говорят, то Он входит в эти двери, дверь открывая ногой. Это о чём? Это вот от такой смелости, дерзости, что мне это можно, да, мне это позволено. Мне позволено больше, чем другим. И вот здесь это преимущество, о чём говорит Слово Божие, которое есть у верующих благодаря служению Иисуса. Вот это дерзновенного, смелого, вот чрезмерно смелого входа во святилище, потому что ты знаешь, что там есть Иисус, твой Спаситель, с которым ты един, ты в него облёгся, когда принял. Тот, кто стал Детём Божиим, вот статус меняется человека, который принимает крещение. Вы помните, что происходит в момент крещения, да? Мы в смерть Его крестились, да, или крещением во Христа облеклись, послание Галатам пишет. Послание к римлянам апостол Павел пишет, что мы Духом Святым усыновляемся. Он делает нас детьми Божиими в момент крещения. Итак, у нас, что у детей Божьих происходит? Право свободного доступа к Богу. Вот то, как ребёнок приходит домой, отличается от того, как... Или по-другому. Скажем, вот смотрите, нам нужно, вам нужно решить какой-то вопрос. Ну, я не знаю, газовые службы, другие какие-то, и вы идёте к начальнику на приём, к какому-то большому начальнику, мэру города, губернатору, к президенту страны, который может решить один ваш вопрос. Как к нему попасть можно? Это нужно записаться на приём, выстоять в очереди. Хорошо, если тебя пустят ещё, если найдут время для тебя. А то, как это, на приём к врачу или какую-то службу, там на месяц вперёд очередь занята, нужно записаться через госуслуги. А если это ребёнок... Маленько. Это у вас в России, например, в Украине, но у нас в Финляндии. Я пошёл в магазин, президент бывший и потом теперешний, за мной в очередь стоит нормально, и никто в магазине, ноль внимания. Может такое быть в России? Не может. Я услышал тут, перед началом услышал, что вы живёте в месте, где уже почти рай на земле. А мы ещё пока что тут. Но по большей части практика на земле такова, что очень непросто за решением прийти вот к такому. Но я к чему эту иллюстрацию привожу? То есть включение из правил, о котором вы рассказали. Но у ребёнка ситуация другая. Если у него отец президент страны или какой-то большой начальник, то у него для решения своей проблемы всё проще. Позвонил, и уже проблема решается. Он зашёл туда, и не требуется ему выстоять в каких-то очередях или просить аудиенции, разрешения. Его всегда готовы принять. И вот преимущество у детей божьих. И здесь откровение 4 глава. Дверь на небе открыта. Он говорит, вот она открыта. Взайдись сюда, и я тебе покажу. И когда Иоанн заходит туда, в эту дверь, первое, что он видит, что ему показывает Бог? Он видит престол. Престол Божий, Бог, который управляет всем, Вседержитель. И вот это очень важная истина, потому что, вы помните, откровение даётся для церкви страдающей, борющейся, на которую нападают, рвут, которую дьявол пытается её уничтожить. Он будет против прочих отсеменей её войну с ними вести. И может создаться впечатление, что вот когда тут земные притеснять начинают силы какие-то люди, что вот нет справедливости на земле. Господь говорит, когда тебе тяжело здесь на земле, когда тебе кажется, что вот что хотят, что хотят, то и творят, посмотри на небо, там для тебя отверсток дверь, поднимись сюда, и что ты там увидишь? А ты увидишь небесный престол. Вот в это время, когда написана книга Откровения, что происходило в это время в жизни людей, верующих в церковь? Многие жизнь отдавали за Христа, их там убивали, зверям диким бросали, на сиденья, на посмешище людям, которые приходили в театр, над христианами издевались, кого-то на кострах там сжигали, их ещё какие-то были другие притеснения. В это же время была трагедия ещё одна, которую пережили христиане вместе с евреями. 70-й год нашей эры, когда разрушен храм на земле. Ведь для христиан, так же, как для евреев, храм земной в Иерусалиме, он был центром определённой религиозной жизни. Вы помните, они приходили туда молиться, в храм. Они собирались в храме и по домам. Апостол Павел, помните, в храм приходит, с Симофеем идёт, ему говорят. То есть храм оставался таким центром духовной жизни для верующих тогда, и христиан в том числе. И теперь в 70-м году он разрушен. Нет его. Государственность еврейская в каком состоянии? Помните, было пророчество о том, что Господь говорил, не прекратится муж из семени, из семьи Давида, который сидеть будет на престоле Давида. А на меме от прихода Христа кто сидит на престоле Давида? Помните, кто был тогда царём? Иудеи. Вспоминайте. Ирод. Помните? А ирод, он не был иудеем, не был из колена Давидова, он был идумиянином, он вообще иностранцем был, чужаком, который сидел на престоле. И вот вопрос, что перестали работать Божьи обетования? Что с народом? Что с престолом этим? Всё, Бог отверг, престол забрали иноземцы, римляне теперь здесь царствуют. Где Бог? Где вот тот, который говорит, который столько обещаний дал своему народу, что будет заботиться о них? Теперь христиане те же вопросы задают. Где Господь, которого мы знаем, который управляет, который обещал скоро прийти, а вот нас здесь убивают, а его ещё нету? Где он? И вот эта четвёртая глава откровения, это серьёзная весть от Господа. Он говорит, вот посмотри вот святилище, в эту открытую дверь, и что ты там видишь? Он видит Божий престол, который оттуда власть осуществляется. И может казаться, что есть земные престолы, которые управляют, тут что-то притесняют жизни верующих людей. Но Господь говорит, есть небесный престол, вот та реальность, которая управляет всем происходящим на земле. Поэтому Господь говорит, вдохновитесь, не падайте духом, мужайтесь, потому что есть Господь, который вседержитель, и есть Его Слово, которое исполнится. Интересная история была. Варшава, Варшава перед войной, Второй мировой, там в Варшаве, столице Польши, на улице Иерусалимской, какое интересное название улицы было, находилось отделение британского библейского общества, которым печатали Библии, и оттуда их распространяли. Библии на польском языке. Когда стали бомбить уже город, то жена, ну, директор этого общества где-то был, не было его, не знаю, но жена его оставалась там, и она взяла 2000 библей, которые оставались, и где-то в подвале, в укромное место незаметное, она спрятала, надежно спрятала их. Потом, когда зашли фашистские войска, немецкие войска зашли в Варшаву, многих людей увели в плен, в Германию, в том числе и жену, вот эту женщину, жену директора библейского общества, и она была в концлагерях, в одном из концлагерей немецких. Но выжила, осталась жива, и когда вернулась обратно на свободу и вернулась в Варшаву, нашла, разыскала эту улицу Иерусалимскую. Зданий там уже целых не было, все разбиты были, потому что, когда освобождали Варшаву, там на улицах города шли сражения, домов мало целых. Посмотрите, 45-й год, улицы Варшавы, фотографии, которые там мало целых зданий. Вот. Но что удивительно, она нашла вот это библейское общество. Оно там развалено было, как-то забралась туда, раскопали, разгребли в подвал этого помещения. И там нашла целехонькие вот эти две тысячи библей, которые раздавали людям. И что еще интересно, сохранилась одна стена этого здания, на которой когда-то до войны была нанесена надпись. И эта надпись сохранилась. А надпись звучала следующим образом. «Небо и земля пройдут, но слова мои не придут». Слово Божие остается нерушимым, вечным, что бы ни происходило на земле, потому что он на престоле, никто его оттуда не сместил, храма нету, престолы земные могут что угодно тут говорить и творить, но есть небесный престол, который всеми управляет. И есть храм на небе. Земной разрушен был храм, но картина, которую Бог из Откровения показывает, есть небесный, истинный храм. Земной он только был копией небесного и о нем рассказывал. А тот истинный он остается. И оттуда решаются судьбы человеческие и вообще всей земли, всей вселенной. Поэтому вот наша надежда в этом состоит. Ну и еще одну мысль хочу обратить внимание на нее. Вот пятая, четвертая глава показывает нам храм на небе, Бог, поклонение. Кстати, здесь четвертая, пятая главы показывают небесное богослужение и две здесь причины нашего богослужения, центра богослужения, поклонения. Основа нашего поклонения, четвертая глава Откровения показывает, это то, что он творец, мы поклоняемся ему как творцу, признаем его заслуги перед нами как творца. И поэтому, когда завтра мы придем на богослужение, суббота, день поклонения творцу, в чем суть этого поклонения? Вот здесь оно показано. Восхищение им, преклонение, признание его, его власти над нами как творца. Он творец. И поэтому, когда мы приходим, вот само богослужение, центр его должно быть, вот вокруг этого строится. Мы поем ему, мы молимся, признавая, что жизнь наша, дыхание наше, каждое мгновение от него, потому что он создатель, он творец. Вот это и есть главная цель, то, вокруг чего происходит богослужение и поклонение. Истинно. И вторая цель, вторая причина, основа, это пятая глава. Достоин ты, это же самое, да, в четвертой главе, достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу одиннадцатый стих 4, ибо ты сотворил всё, и всё по твоей воле существует и сотворено. И в пятой главе написано, достоин ты, ибо ты кровью заклан, и кровью своей искупил Богу и всякого колена, языка и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И дальше, что в итоге, когда признают Его Творцом, признают Его Искупителем и Спасителем, какой это эффект вызывает или к чему приводит следствие? И видел, я слышал голос, ангелы поклоняются, которые вокруг престола. Животные, четыре животных, самые херувимые, самые близкие, поклоняются перед ним. Затем ангелы вокруг престола, старцы, двадцать четыре старца, и великое множество, которые вокруг престола, все поклоняются Ему и говорят громким голосом, достоин агнец, заклонный, принять силу, богатство, премудрость, крепость, и честь, и славу, и благословение. И следующее, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле, и агнецу благословение, и честь, и слава, и держава, во веки веков. И четыре животных говорили, аминь. И двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. А вы услышали здесь, сколько существ, говорят, произносят славу, поклонение, творцу и искупителю? Как много их? Великое множество, да? Представляете, что это за голоса, когда в унисон, фор вот этих голосов всех. И здесь вот такая картина, знаете, рисуется, когда вот камушек бросаешь в воду, и круги от него идут, и чем дальше они увеличиваются. Вот здесь похожее. От престола Божьего, престол Божий – источник вот этой хвалы. Бог – источник вот этих чувств, этой радости, благодарности, утворения. Когда мы созерцаем Бога, вот наблюдаем за Ним, любуемся им, узнаем Его, Он открывается нам. Это наполняет нас хвалой и поклонением. И вот эта волна благодарности и поклонения, она распространяется и ширится до краёв Вселенной. Потому что написано «всякое создание, находящееся на небесах и на земле, говорило и поклонялось Ему». И вот эта земля, которая восставшая против Бога, вот в этом состоянии, где мы сегодня находимся, но и она включается в это большое богослужение поклонения. Мы не где-то на задворках Вселенной, забыты там, вот в этой войне продолжаем воевать. Господь говорит, вы часть вот этой великой картины Божьей, красивой картины Божьего мира, Божьего поклонения. И потому, когда мы с вами поклоняемся, сейчас ли, или завтра, да, будем участвовать в богослужении, то это богослужение, оно вот часть вот этой волны поклонения небесного мира, к которому мы с вами присоединяемся. вот эту славу Богу воздаём, несём, участвуем. Вот Бог, Бог вызывает этот отлик и на земле, и в нашем сердце. И мы уже часть этого богослужения. Вы помните, в послании к римлянам во второй главе четвёртый стих, там есть такие слова. Апостол Павел говорит, или пренебрегаешь благостью Божию, помните, да, вот что-то, и милосердием Божием, не разумея, и дальше, что благость Божия ведёт тебя к покаянию. Вот здесь очень важная идея, та же самая, которую мы и здесь отметили, откровение. Чтобы человек покаялся, чтобы в его жизни произошло покаяние. Не нужно ему говорить, тебе нужно покаяться, ты грешник, не покаешься, будешь гореть в аду, тебе нужно покаяться. Это не вызовет истинного покаяния, покаяния. Ну и примеров тому много, в Писании вот есть. А что нужно человеку, чтобы в нём изнутри вот этот отлик был, который побуждает к покаянию, зовёт его. Он говорит, благость Божия ведёт тебя к покаянию, апостол говорит. Вот это, когда мы открываем человеку Бога, его благость, его милость, вот она пробуждает покаяние. Помните, как Иисус это делал? Например, когда он говорит, Матфея 18 глава рассказывает о поиске пропавшей овцы, о прощении, что нужно прощать. Помните, Пётр спрашивает, а сколько раз прощать брату моему? Иисус говорит, он говорит, до семи жды раз, а Иисус говорит, семь раз по семьдесят. Да, помните эту историю? И дальше он рассказывает притчу, вот эту выдуманную им, преувеличенную, когда один должен был царю десять тысяч талантов. Эта цифра ну, баснословная. В реальности никогда нигде такого не бывало, не может быть, и ни один царь такого позволит им. Но Иисус намеренно увеличивает долг до бесконечности, чтобы показать вот этот контраст, в контрасте величия Божьего прощения. И вот человеческое отношение. Вот здесь, когда сто динариев должен, и тот ему простить не может. В этой же главе он говорит, когда видишь брата твоего согрешающим против тебя, пойди, обличи его наедине. Не послушает, пойдите вдвоём. Потом скажи церкви. И вот здесь вот контекст дух прощения, вот эта вот благость Божия, она ведёт к покаянию. Когда этот дух, красота Божьей любви представляется, оно меняет человека. Историю сейчас тоже одну вспомнил. Как-то я ехал ещё в те годы, когда мы вместе, Виктор Танасевич там с вами трудились на северо-западе, в Петербурге, ехал поездом из Москвы в Петербург. И сел я в купе, плацкарт, а напротив женщина, так, постарше, и девушка молодая. Ну, видно, похоже, что мать, поначалу смотрю, мать и дочь. Но и видно, что у них что-то произошло, происходит в жизни. Вот какие-то такие лица у них в печали. Когда стали общаться, плачут, всё, а оказывается, что произошло. Значит, у них были давно куплены билеты заранее на этот поезд. Они планировали поездку, когда должна была быть свадьба её дочери с парнем, который жил в Петербурге. Они должны были ехать на свадьбу. Хороший парень. А едут к нему на похороны. Потому что и описывают мне этого парня, он ну, такой вот, ну, прям верующий человек, добрый такой, отзывчивый, вот, красивый и душой, и характером, и по жизни, и на лицо приятный человек. И вот, а возвращался накануне свадьбы, вот, накануне их приезда, два дня до этого, возвращался с работы, домой шёл, получка у него была, получил зарплату. А тогда была серия таких вот происшествий в Петербурге в тот период. Кто-то, злоумышленники, вот, электрошокером, вот здесь, в основании черепа, где-то ему там разрядили разряд, потерял сознание, забрали телефон, деньги, что были там, а он пришёл в себя, дошёл до дому, и ночью от кровоизлияния в Москву вот. И теперь они в этом состоянии спрашивают, почему, где Бог, вот Бог, которого мы слышали, знаем. И я им пытаюсь рассказывать. Рассказывать то, как мы объясняем смерть адвентиста, ещё как понимаем по Библии, библейски. Я вижу, что им это, ну, не облегчение, не приносит знания того, что, как, чего происходит. Вообще, так же печаль остаётся, такая же боль и ничего. И я, говоря с ними, думаю, ну, как им помочь вот в этой ситуации. И молюсь внутренне, Господи, ну, дай мне мысли, о чём говорить с ними. И Бог даёт мысль. И начинаю рассказывать им о Боге, о Божьей любви. О том, что, да, я не могу объяснить, почему это произошло. Потому что война между добром и злом, да, есть враг, который хочет настроить против Бога, есть он. Но я знаю, что есть Бог. Я не могу объяснить, почему так. Однажды будут ответы в будущем на эти вопросы. Но есть Бог, который любит. И я знаю о том, что он любит. И в Писании так, в Евангелиях написано, вот доказательство твоего любви, вот Иисус Христос, вот жертва на кресте, вот в моей жизни, где Бог проявил любовь. И я знаю, что он сейчас рядом с вами. Он обнимает вас здесь. И вот в этих рассказах, когда я о Боге, о Божьей любви стал рассказывать, и они дало им это как-то ощутить, вот это Божие объятия. Вы знаете, я стал замечать, что стало какое-то как будто облегчение у них на душе происходить, как будто исцеление происходить. Вот когда это ощущение Бога, вот это исцеляет. И то же самое в истории Иова. Помните, сколько у него вопросов было? И пришли его утешители, друзья, верующие люди, в Бога. И они его утешали. Как утешали? Объясняя причиной происходящего. И как это облегчение принесло Иову? Да никак. Как страдал, так и страдал еще и больше. Еще и больше доставили страданий. И что ему принесло облегчение? Они стали обвинять его. Ты сам грешен. Поэтому и болеешь. То Иову. Они разные причины искали. Объяснение происходящего. А что принесло облегчение Иову? После чего он сказал, все, мне больше ничего не нужно. Вы помните, сколько у него вопросов Богу было? Он говорит, я хочу, чтобы ты пришел, чтобы ответил на мои вопросы. У меня столько вопросов к тебе, чтобы ты мне вот здесь вот все по полочкам ответил. И когда он приходит, Бог, сколько вопросов его Богу задает? На сколько вопросов Иова Бог ответил? Он ответил на вопросы, которые Иов задавал? Нет. Бог говорит о другом. Он говорит о каких-то животных. Посмотри, козы рожают в горах, еще что-то. Посмотри на этого, который создал Левиафана, на другого. И начинает рассказывать вообще о чем-то говорит о другом. Где ты был, когда ты говорил. Да, где ты был, Господь о другом совершенно говорит. И когда Бог об этом рассказал, вы помните ответ Иова? Все говорит, мне достаточно. Положу руку на уста, мне больше нет вопросов, ты мне ответил. Как ответил? И вот я понимаю тогда, что именно присутствие Бога, он знает, как сказать, о чем сказать. но вот это ощущение Божьего присутствия приносит исцеление человеку, исцеление его боли, дает надежду. Так вот, книга Откровения, здесь 4-я, 5-я главы, вот дальше печати эти, письма, они дают понимание святилища, которое Откровение представляет, вот дают ощутить Бога, близость Его в нашей жизни, Он рядом с нами. И вот наше участие в поклонении, участие в этом богослужении, мы причастники Его, мы Богу важны для решения Его вопросов, Бог заботится о нас, Он участвует в нашей жизни, вот это то, что приносит исцеление. Господь хочет, чтобы мы это знали, и поэтому Он говорит, когда в твоей жизни вдруг будет темно, что-то будет пугать, не будет ответа на вопросы, вот что сделай, посмотри на небо, где Бог, да, образно говоря, и ты увидишь, что дверь там не закрыта, дверь святилища открыта для тебя, и есть гарант открытой двери, Иисус Христос совершает это служение там, Он обеспечивает, чтобы эта дверь была открыта, Он, Он тебе клянется в том, что она будет для тебя открыта, Он это пообещал, и Он это сделает, она для тебя открыта, Он говорит, я открыл для тебя дверь, и никто не закроет, поднимись сюда, и ты увидишь престол, и ты поймешь и вспомнишь о том, что все происходящее на земле, Бог это знает, не переживай, конец всему будет так, как Бог сказал, и похожая история в жизни верующих, помните, Псалом 72, кажется, когда Асав говорит, вот я посмотрел на эту жизнь, что происходит, едва не пошатнулись ноги мои, не подскользнулись стопы мои, и что принесло ему, вот, укрепление веры, вдохновило на то, чтобы продолжать хранить верность Богу, говорит, когда я вошел во святилище, тогда вера моя окрепла, тогда я получил ответы, и вот Господь Иоанну говорит, много вопросов к переживанию церкви, вот дверь на небе открыта, пойди сюда, и ты получишь ответы, ну, вот сегодня то же самое приглашение у Господа для нас с вами, и мы будем с вами сейчас молиться, приходя туда, прямо в это небесное святилище, завтра, когда будем поклоняться, вспомните эту картину из Откровения, что наши песни, наши молитвы, наши поклонения, как Творцу и Искупителю, признание Его заслуг в нашей жизни, Его право на нашу жизнь, благодаря тому, что Он нас сотворил и выкупил, искупил, оплатил. Эдуард, голос пропал. Звука нет. Он похоже. Впервые вылетел, наверное, впервые. Ну, он же говорил, что могут быть такие. Да. Полнит радостью, откликом, который приведет к вот этому изнутри идущему покаянию. Хочу молиться вместе с вами, на этом остановимся, я думал, сегодня больше. Эдуард, можно до молитвы я скажу пару слов? ты говорил про славьте Господа не только на небе, на земле и вся земля. Я действительно свидетель был, когда неверующие люди славят Господа. Я был на ликвидации Чернобыльской аварии, потом болел и попал на реабилитацию в Грузию. И в Белиси, когда закончилась реабилитация, летели самолетом через Кавказские горы, прямо в середине гор, на Минводы. И я в аэропорту стоял, со многими говорил про Бога и начал. Ну, человек пять-четыре слушали, остальные что ты ерунду болтаешь, там мы отвернулись. Когда полетели, увидели люди красоту эту с окна, какая это красота была. Все, весь самолет, все, которые отворачивались, вдруг закричали, слава Богу за эту красоту. Вот. Славьте Господа, все наши неверующие, весь мир. Я вспомнил, что вы сейчас говорили, напомнили мне одну историю, есть, закончу. Тут, как написано, и всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землей и на море, все, что слышал, говорило, сидящему на престоле и агнцу благословение, честь, слава державы и кивику, прославляют Бога. А вот здесь животные, какие-нибудь там птицы, они относятся вот к этому понятию всякое создание на земле. Как думаете? Вот интересную такую особенность я заметил. Как-то меня слышно? Слышно. Да, да, да. Слышно, да? Не потерялся? В Краснодарском крае мы купили, там, когда в этой конференции совершал служение уже в Краснодаре и той конференции Кубано-Черноморской, мы купили землю для лагерей, вот, и там мы работы проводили, готовили ее к встрече служительской, чтобы, ну, первый заезд там был, и ночевали в палатке, в палатках. И вот я первый раз рано проснулся от того, что услышал и такую особенность заметил. Утром, перед самым рассветом, там лес, деревья были, вот, такая лесистая местность, много деревьев и есть птички какие-то, вот, живут. И перед самым рассветом просыпаются птицы и начинают каждый себе там где-то что-то чирик, чирик, там, кто-то чирикнет, издаст звук, перекличка такая, ты жив, я жив, вот, проснулся. И вдруг, в какой-то момент, когда начинает солнце появляться, солнечные лучи первые, вдруг все птицы, которые есть вот здесь, весь хором начинают вот петь, поют, все вот как один вот такой хор, вот птичий хор, вот сильный такой разносится, каких-то там, я не знаю, секунд 30, может быть, минуту, поют, поют и резко прекращаются. И после этого опять там какие-то чирик, чирик, пошли каждой своими делами заниматься. Я понял, вот это, что они прежде, проснувшись, и они воздают благодарность Богу за то, что они пережили ночь и остались живы, и новый день в их жизни. Они прославили Бога первым делом, воздали хвалу, и потом пошли заниматься своими делами, искать червячков, строить гнезда, растить деток своих и так далее. Вот это вот та особенность, которая не всегда есть у нас, у людей, но Господь приглашает нас присоединиться, и когда мы воздаём хвалу Творцу, то мы участники вместе со всеми созданиями Вселенной вот в этой гармонии. Вот эта гармония от престола Божьего распространяется вот до краёв Вселенной, и мы либо присоединяемся к ней, и тогда в этой гармонии мы и в вечности будем петь вместе со всеми. Либо мы выбиваемся из этой гармонии, но тогда Господь хочет нас научить, чтобы мы пели и играли в тон этой общей музыки, вернуть нас вот в эту семью. Но дьявол, конечно, хочет, чтобы мы пели другую песню, его песню. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь сохранил в нас этот дух благодарности. Вы помните, причина одна, так можно косвенно сказать, падение, греха, дух неблагодарности в сердце Люцифера появился у Адама и Евы, когда вот да, вот маловато того, что было, чего-то ещё большего хотелось. И об этом же апостол Павел посланник к Римлянам первой главе говорит, что они не прославили Творца, но что следом дальше пошло, но в умствования своих обезумили, и дальше начали, идёт ложное поклонение твари там вместо Творца и так далее. Поэтому неблагодарность, то же самое неблагодарность Творцу была и в пустыне, когда вернулись 12 разведчиков, и 10 из них начали проявлять дух неблагодарности, ропот вот такой, и привело их к чему, помните, да, история. Поэтому дух благодарности, это небесный дух, дух неба, а ропот, неблагодарность, это дух, вот как раз таки, дьявольские, заразные, разрушительные. Поэтому пусть в нашем сердце будет дух поклонения, дух благодарности, всегда по жизни, ну и особенно вот сегодня, когда наступил Божий день суббота. Если ты назовёшь субботу, помните, как пророк говорит, радостью, особым днём, вот таким почитаемым, честь ему отдавать будешь, то Господь говорит, я его доведу тебя на высоту зимы. Давайте помолимся. Виктор Танасович, можно попросить вас помолиться? Или может ещё кто-то из пасторов можно предложить помолиться, я не знаю, кому. Ну, Юрий Викентьев, здесь Виталий Степанович Дрозд тут. Но если они слышали, были на связи, можно или вы тогда помолитесь? Виталий Степанович был с нами, Виталий Степанович. Нет, Виталий Степанович. Я за каждым наблюдаю. Давайте, помолитесь, братья. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарны за это благословенное время, когда мы вошли в субботний покой. И помоги, чтобы этот покой, Господи, не только вошёл во времени, но чтобы наполнил наши сердца, чтобы, Господи, мы особым образом увидели Твое присутствие в нашей жизни, чтобы мы особым образом увидели, Господи, Твою волю, которую Ты имеешь о нас, чтобы мы особым образом, Господи, смогли бы переосмыслить свои ценности, свои взгляды и согласовать их с Тобою, позволить Тебе, Господи, руководить нашим путём, нашей жизнью, нашим вхождением, Господи, и в субботний покой, и в каждый вопрос, каждое мероприятие, каждое дело нашей жизни. Благослови народ Твои в этот субботний час по всему лицу земли и помоги, чтобы все те, кто ищут воли Твоей, увидели её, услышали её и позволили Тебе, Господи, реализовать её в жизни. Тебе за всё пусть будет хвала, слава и поклонение наш любящий Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Спасибо.